Сегодня 31 января. Мы хотим продолжить серию вопросов, которые задавали в предыдущий раз. Сегодня у нас присутствует четверо, дополнительно есть Анна. Мы на нее возлагали Екатерин Надеженович. Мы в прошлый раз спрашивали о роли гения в судьбе человеческой. Скажите, гений – это подарок высшей цивилизации? Господа Бога или что? Или это сочетание довольно случайное в рождении такого человека? Он меня видит. Так это произошло сочетание земное? Нет. Это умение видеть. И это умение чаще всего вы пробретаете сам. Но это не подарок, не индуцируется высшими силами? Да. Подумайте. Он меня не видит высшего. Вы назовете это подарком? Угу. Есть предположение, что Пушкин – это прежний Моцарт. Неужели гений обречен рождаться вновь гением? Нет. Это наше заблуждение. Он не был Моцартом? Да. Вы больше заблуждаетесь. Гений. Не обязательно совершил рождение. Он должен быть гением. Скорее наоборот. То есть тут идет переполюсовка опять? Мы говорили вам, что вы неправильно понимаете о переполюсовке. По вашему понятию – злой, потом добрый. Далее – гений. Далее – глупый. Нет. Ну, понятно. Но так же и злодей не может постоянно рождаться злодеем, если взять пример Гитлера и Сталина. Подумайте. Человек умер и пришел снова. Намного ли он изменится? То есть от рождения Сталина можно ожидать… Мы говорили вам о преступниках. Вспомните. Вы так же сказали, что если был злой, в этой жизни будешь добрый, но все зло вернется тебе. Так? Нет. Вы неправильно поняли. Наверное. Все обиды, которые вы нанесли, все решили из них, получите вы. Скажите. И все доброе. Спрашивайте. Люди высокодуховные, достойные шагнуть в высший мир после смерти. Кто это? Это обязательно высокообразованные? Нет. Мысли синий? Нет, не обязательно. Нет. В вашем понятии Христос пришел и лгал, говоря о нищенке. То есть кто душевно, так сказать, богатый, так? Мы говорили вам, не смотрите на посты. Мы говорили вам о душе. Понятно. Понятно. То есть надо быть чистым в делах и помыслах, приносить умом и трудом своим пользу людям. Такие люди удоставятся в высших сфер. Так? Да. Но если люди попадают туда, кажется, наказать. Да. Высшей сферы. То есть они рано поехали туда, в высшей сферы, да? Нет. Подумайте. Если преступника поместить в семью добродетелей, согласитесь, это первое испытание будет относиться ему тяжело. Далее есть, которые химическим, физическим или умственным могут достичь этой сферы, но они будут чужими. И рано или поздно будут исторгнуты. То есть тут, там делаются и такие варианты. Вы просто заглядываете. Интересно. А такой пример. Человек простой, отца Хей, не обладающий большими знаниями, повинуясь душевную порыву, спасает чужого ребенка, любого другого человека и погибает. Отдает свою жизнь. Он может удостоиться каких-то высших сфер и... Вспомните. Голгоф. Поясните. Вспомните слова Христа и покаяния преступника. Согласитесь. Для того, чтобы идти туда, ему хватало всего лишь несколько слов в вашем понятии. Но эти слова он должен был произнести, изменившись духовно. Мы говорили вам, что вы можете не хватить увеченности и может хватить мгновения. Мгновения. То есть... Человек может быть в войну. Вот войну. Очень многие тысячи жертвовали своими жизнями. Были самотвержены. Эти души заслуживают уйти в высший мир? Многие нет. Воевали за своего бога. Ясно. Но к крайне изучавшему вопросу о душе Ленина. Тело, мы поняли, надо захоронить, чтобы душа успокоилась. А как же быть тогда с мощами святых, которые тоже не преданы земле, допустим, Серафим Саровский? Как это соотносится с христианской религией? А вы подумайте, христианство отвергает ли язычество? Поклонение мощам и идолам – это язычество. Будьте внимательны. Мы говорили вам, что вы служили своих бога. Вы видели истинного, но исказили его. И у вас множество аптетичества. Далее, приедя в цепь и целую икону и молясь ей, вы молитесь иконей? Пожалуй, нет. Спрашиваю. Наши мышли идут дальше. Хорошо. Не значит ли, что злодей в его эволюции постоянно опекает только демонические силы, если говорить о судьбе Сталина? Или он может вырваться от этих сил? Если бы он был пекаем только демоническим, то он был совершенно злодеем. Согласитесь, к вам они еще не приходили. Но мы надеемся. По теории англичанина Гердена, наследственная информация о личности содержится не только в половых клетках, но и в любой, в каждой клетке организма. Так ли это? Подумайте. Как? Придается информация о будущем ребенке. В половой клетке? Ваши ученые посчитали, что этого не хватит даже на атомном уровне. Мы ответили вам. Получается, душой что ли? Мы говорим вам о ключе. То есть помимо клетки нужно еще дополнительно? Нет. Дополнительная клетка – это есть только ключ. Не более. А тут замок, с помощью которого открывается где? Ваше понятие – это виртуалы. Грубо, но примерно можно сказать. Угу. Так. То есть, если мы сохранили клетку фараона и попытаемся из нее вырасти шею, это у нас ключа не получится? А? Мы говорили о ключе, и вы его сохранили. Но у нас не получится воспроизведение. Поймите, вы можете получить фараона, и даже не имея этого. Мы говорили вам о случайном поднятии высоту. Вы случайно можете открыть, и не имея ключа. Не очень ясно. Вот тогда вопрос более щекотливый. По многим газетам прозвучала сенсация, что тысячелетняя мумия изнасиловала англичанку. Вы верите в это? В том-то и дело сомневаюсь, но слишком упорно это было распространено в прессе. Это не правда? Посмотрите вашу историю, которая же не прошла. И спорим, с каким упорством вы говорили о рай. То есть мы так же заблуждаемся? Это кому-то нравится? Упорство? Это не значит истина. Да, понятно. Какое из вопросов естествознания на будущее, или истории, или философии, вы бы хотели обсудить с нами? Вы спрашиваете, мы отвечаем. С чего хотите? Понятно. То есть это выбор за нами? Какие знания человечества вам особенно интересны? Или близки? Мы говорили вам, что вы настолько интересуете духовно. Физически нет. У вас все законы, все науки физические. И даже философии имеют физический оттенок. Материалистический, да? Нет. Мы говорили о физическом. В вашем понятии физическое и материальное одно и то же. И вы не правы. А в чем ошибка-то наша? Физик – это то, что вы видите. Материальное то, что существует, независимо от вас. Хорошо, спасибо. Прямо много вопросов. Какие знания вы считаете наиболее перспективными для землян? У вас нет перспективных знаний в техническом. Все они тупиковы. Мы говорили вам, что вы найдете скоро новую энергию. Но это будет всего лишь только продлить, но не сохранить. Ну, кстати, о новых энергиях. Нас очень обеспокоила и взволновала информация, что генераторы, построенные по принципу гравитационного использования этих полей, очень опасны для цивилизации, еще более опасны, чем ядерная энергия. Вы подтвердите свой такой вывод? Мы говорим вам, что опасно все в ваших руках. В руках ребенка опасен любой предмет. Далее, многие, в вашем понятном понятии, используют эти принципы. И они не считают это опасным. Все зависит, кто и в чьих руках это будет находиться. То есть от меры сознания того, что мы имеем в руках. Да. Вы можете иметь в руках страшное оружие. И вы можете применить его в качестве оружия, в качестве обороны, или в качестве любого инструмента, чтобы продлить жизнь. Понятно. А гравитационная энергия, вроде бы она экологически чистая, считается? Подумайте. Так. Испомните. Слова. А про ядерные. Вы говорили, это экологически чисто. К чему это привело? Да. Теперь представьте, какова мощность ваших электростанций, и какую мощность создадите вы. И вы говорите о безопасности. То есть гравитационные генераторы очень большую мощность могут развивать, да? Простите. По вашим законам, даже по вашим, планеты двигают гравитацию. Да. И теперь подумайте, что вы можете сделать. То есть мы можем замедлить вращение земли, используя этих генераторов, или еще какие-то возникнут побочные эффекты? Скажите их, пожалуйста, если можно. Сдвинуть землю? Нет. Это уже много. Вам достаточно изменить поле. Все остальное пойдет само. Спрашиваю. А скажите... Возьмите аналог ядерных реакций. Достаточно изменить малые, и в вашем понятии цепная реакция. Вы поняли? Нет. Хорошо, я вам скажу так. Мы говорили вам о силе вашего мозга. Вы помните? Ну да. Мы говорили вам, что один индивидуум может изменить ваш мир. И мы скажем вам, что вы, ваш индивидуум может уничтожить весь мир. Далее, вы создаете грубые копии себя, вашего мозга. Спрашиваю. Вы об электронных машинах? Еще одно. Нет. Мы говорили о генераторе. Но это генератор, может быть, истощает землю, как живой организм. И поэтому мы грубо вторгаемся совсем не в те сферы. Это неправильный вывод? Нет, это неправильный. Мы говорили о целости мира. Мы говорили о единстве. И вы будете истощать весь мир. Далее. Мы говорили вам, вспомните, о оружии. И как его можно применить? Да, мы говорим, что это опасно. Но если он будет в умелых руках, опасности не будет. Вы же пока создали только оружие. У меня такой вопрос. Сегодня мне встретилась книга, где автор еще в 1975 году вставит проблемы, что технократия ушла-то далеко, а вот духовность за ней не поспевает, наша земная. Нам следует подтянуть, может, духовность, и тогда мы пойдем, как говорится, в симбиозе. Оглянитесь, и вы увидите ответ. Что вы представляете симбиоз? Как вы можете представлять душу и механизм? Вы уже симбиоз. У вас есть душа, у вас есть тело. Много ли это приносит вам пользу? Что вы сделали с симбиозом? Вы создали этот мир. Вы создаете эти генераторы, вы создаете все только для того, чтобы поддержать в форме вашу одежду. Тело. Спрашивайте. Вообще, эта информация слишком для нас важна по генераторам гравитационным. И, в принципе, мы можем вступить в полемики с автором изобретения, то есть опубликовать это в газетах, но нам сейчас как бы не хватает аргументации. Не взяли по пунктам один, два, три. Мы не сделаем вам ничего. То есть мы сами... Никакие аргументы вам не помогут. Согласитесь, даже если мы явимся в теле, к вам, или даже к ним, что они сделают, они попытаются только нас уничтожить и не более. Далее. Вы сперва сделаете оружие, лишь только потом генератор. То есть вы уже это ожидаете, что обязательно военные возьмут это свои... Посмотрите на вашу историю и назовите мне что-нибудь, которое приносилось в правопользу и лишь потом только стало оружием. Назовите. Я тогда скажу, ошибся. Но может мы умнеемся временем? Потому что сейчас автор обращается в ООН и так далее. Но отблюдь не засекречивает это в военных институтах. Они хотят именно на гражданской работать сферу. Вы знаете только то, что пришел к озеру. Что только написали, да. Спрашиваю. Понятно. Какие знания, на какие пробелы в знаниях вы бы посоветовали нам обратить внимание? Мы говорим вам только о духовности. Все остальное придет само. Ну вот духовность такой для нас трудно ощущаемый предмет, что а мы связываем невольную духовность или с поэзией, или с искусством, или с религией. Это одно из проявлений. Назовите, пожалуйста, еще тему, с которой можно связать понятие духовности. Возьмите любое. Даже создавая машину, вы проявляете духовность. Все, что вы делаете, вы делаете духовно. мы говорили вам. Сперва мысль может рождаться душой, лишь только потом. Все остальное. Вам привести аналоги, или вы поймете. Понятно. Спрашивайте. вопрос. Вопрос такой. Если мы будем относиться относиться к машинам, как к живым, допустим, организмам, это нас как-то удержит от пропасти, куда катимся? Нет. Продолжение. вас скорее приведет только в эту пропасть. Вы живым признаете только себя. Все остальное, или животное, или растение, на любом случае, ниже вас. Это ваша пробега. Поняв, что вы не едины, вы увидите многое. то есть мы должны любовно относиться к деревьям. Нам рассказывают, что надо здороваться с ними, желать им здоровья. Это так? Это не смешно? Подумайте. Небо дает вам воздух, земля дает вам пищу. И что вы делаете в ответ? Это мать, которая воспитывает вас, и вы за это приносите благодарность? Да. Не скажешь. Но вот в серии сеанса у нас создается впечатление, мы никак не можем от этого устраниться. Один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Создается впечатление, что мы общаемся с мозгом или подсознанием переводчика, в котором сняты все барьеры, которые обычно мешают ему или нам помнить все до мелочей. Это все-таки не так? И да, и нет. Мы говорили вам, что мы ваша часть. Мы скажем вам, что мы ваша мать и ваш отец. И мы говорили, что мы созданы вами и вы созданы нами. Нам трудно это объяснить. Да. Скажем, да, вы работаете с мозгом переводчика. Мы это говорили вам. В вашем понятии барьеры не сняты. Если бы были сняты барьеры, мы могли с вами разговаривать напрямую. Мы работаем только в мире эмоций. Мы говорили вам, мы даем ему картины, даем истинные картины. Мы раскрываем в вашем понятии его глаза. Мозг не хочет видеть и ставить защиту. Для него это незнакомо. Мы говорили вам, что у вас существует несколько типов памяти. Вы помните, физически, химически, ваш мозг поработает только с ними. Мы говорили вам о трех процентах. Но будьте внимательны. три процента это не значит ушебность. Все зависит не от количества, а от качества. Были гении, которые имели и два процента. Они были гениями. Они были гениями только в том, что могли использовать создавшую ситуацию. Вот он ответ это вождя. Но человечество один, два, три, четыре, пять, шесть. При операциях, при анестезии иногда люди говорят на английском языке, вспоминают разные другие вещи, может неожиданно. Это не сравнимо с данным контактом? Это разные вещи? Поймите, есть два варианта. Первый это вспомнить прошлое. И второй попасть в неспомнил ячейку памяти. Есть такое понятие. Мы говорили о виртуалах. Человек может попасть в чужую ячейку и он будет обладать другой личностью. И здесь нельзя говорить о прошлом или о будущем. Он просто другая личность. и чаще это личность даже жива в этот момент. Далее мы говорили вам что вспомните в ваших операциях происходило подобное? У нас лично нет, но врачи замечали эти случаи, поэтому они скептически относятся к любым контактам подобного рода, когда вещает посредник переводчика. Хорошо. Подумайте. Врач сомневающий, если будет говорить с ним, он не будет сомневаться, тогда будет сомневаться вы, потому что врач для вас посредник. Вы согласны? Ну да. Как здесь можно доказать? Да. Если мы к вам сейчас пойдем и будем говорить с вами, вы станете посредником для себя, вы контактируете, для других вы посредник. Мы проводили пример. Докажите, что вы человек. Вы сможете это сделать? Наверное, трудно. Я вам скажу, на любые ваши аргументы чепуха. Да. И вы мне не скажете ни более. Нам так примерно и говорят сейчас. Ладно. мы сталкиваемся и вы, конечно, сталкиваетесь с тем, что у нас очень слабая память. подчеркиваем как улучшить память. Вы спрашиваете. Мы вам отвечали. Будьте внимательны. Старайтесь замечать все. Вот мы и не помним как раз. Вы не пытаетесь. Возьмите страницу, раскройте, пробежите глазами и закройте. Поставьте вспомнить, что вы увидели. и вы рано или поздно заметите, что вы стали знать больше. Вы чаще вспоминаете. Мозг работает химически. Вы согласны? Вы согласны, что химические реакции медленные? Да. И подумайте, все, что вы сейчас увидели, мозг обрабатывает намного позже. но возможно ли извлекать из памяти полезную информацию сразу, когда это нужно? Ведь чаще умение управлять, мы говорили его. Чаще вы вспоминаете тогда, когда перестаете делать попытки. Да, верно. Надо вот именно таким способом извлекать. Вы слишком логичны, и вы начинаете рассуждать, вместо того, чтобы просто взять и найти. Когда вы устаете и перестаете делать это, мозг находится сам. вы ему не доверяете. У вас есть три области мозга. Вы чаще всего пользуетесь логной. Она работает очень медленно, и потому ваша память, вы поняли? Ну, понятно, да. И вспомните, как запоминает ребенок. Вы запоминаете только буквы или только изображения. Ребенок запоминает все. Он помнит всеми чувствами. И согласитесь, вам можно вспомнить буквы. Вы применяете всего лишь только одно чувство, зрение. Ребенок применяет все, и все чувства дают подсказки. Вы поняли? Понятно. Ясно. Нам представляется, что при нашем смутном понимании о душе, ее особенностях и функциях, вам бы следовало более широко ознакомить нас с этим явлением. Это возможно сейчас или когда-нибудь? Давайте договоримся так. Мы не будем говорить ничего конкретного, иначе мы обнишаем пищу для ума. Далее. Вы не разобрались с прошлым. Вы постоянно повторяетесь. Нам нетрудно ответить вам, но уходит время. а мы говорили вам о возможном перерыве. Далее. Вы говорите о смотре представления. Мы говорили вам о тех частях мозга. Вы хотите представить его плотной частью. Мы говорим вам, запоминайте всеми чувствами, включайте все чувства. правы ли мы, если представляем, что душа это нечто похожее на информационный комплекс, и она обладает следующими свойствами. Содержит громадный объем информации, способна накапливать информацию. Вы не правы. Мы говорили вам, что самое лучше не иметь память, а просто уметь видеть. Соластитесь. Если мы говорим нет памяти, то в вашем понятии нет информации. мы говорили вам не иметь памяти лучше по той причине, что можно видеть сразу все. И тогда не будем говорить об информации, не будем говорить о памяти. Вы пользуетесь только памятью. Далее. Ваше понятие душа энергетика. Да, отчасти это верно. Но как мы можем объяснить, что это такое, если вы смотр обоставляете. Вы создадите только множество вариантов, но истинного изображения не увидите. Ваше понятие энергетично, информационно, но только в вашем понятии. Мы вам объяснили, что такое информация. Это неумение видеть. Далее, душа душа имеет размеры в вашем понятии. Но они не постоянны. Действительно ли, что душа может иметь огромные размеры космических масштабов? Да. Это у каждого человека или только у редких индивидуальностей? Нет. Это может быть у каждого. мы говорили вам о душе. Вы говорите о людях. Люди разные. Душа одна. Она может менять размеры независимо где и когда находится. Вам трудно это объяснить. Это примерно так, что душа просто хочет объять или хочет уйти и быть незаметным. Далее. Вы спрашивали о времени. Вспомните и подумайте. Вы хаотически умеете управлять им. Вспомните, когда вам интересно и как оно проходит и когда вам скучно. И оно проходит медленно. Это одно из управлений. Далее. время это свой единица. Сколько можно вместить перерабатанной информацией. Вы поняли? Да, понятно. Спрашивайте. Какие свойства души мы не представляем еще? Как вам объясню? Подумайте. Да. Обладает ли душой минералы? Вспомните. мы вам говорили иерархию. И вам отвечали. Да, конечно. Мы говорили вам о силе и говорили о проматерии и материи. Проматерия и материя не имеет душ. Далее идет душа. То есть начиная с астрала нижней. нет. Начиная с астрала нижней. А, что астрала нижней? Спрашивайте. Это разница лишь только во времени. Камень живет долго. Я для него скажите растения разумны? Мы говорили вам. А души вы можете представить душу не разумной. Минералы, растения могут обмениться информацией? Хорошо. Как вы думаете? Можете ли вы жить не обмениваясь информацией? И подумайте, могут ли это сделать другие? Ваше понятие обмен информацией это всего лишь только слова или мысли. Вы забываете о вибрациях. Повторите еще раз. Возможен ли переход от животного в растение или от человека в животное и растение? Нет. Удавали рахию и она не нарушается. Все понятно. Но у нас бывает неправильное восприятие. Поясните пожалуйста, как понять вот следующее вы сказали шаг должен быть природы. Природа в каком понимании? Это слиться с биополем земли что ли? Раствориться нет. Вы входите в сообщество и вы уже сегодня об этом говорили. Спрашивайте. Какой период миллионы лет или тысячелетия занимает переход от примитивных видов жизни до человека? Мы говорили вам о мгновении бесконечности. Далее мы говорили вам о рожавии. Да, растение в прошлом было камнем, но никогда растение в будущем не будет им. Здесь вы можете только подниматься. Далее все зависит от вас. Вы можете двигаться бесконечно и можете медленно. Я говорю об недовидомах. Далее если говорить об общем, то это происходит постоянно и мгновенно. Согласитесь, когда вас множество один пришел, другой еще не успел, а третий только собирается. Вы согласны? На общем фоне это будет идти постоянно. Все как вы хотите видеть. Если вы будете рассматривать кто только еще не собрался, то вы скажете миллионы лет. Он еще только собирается. Но если вы будете видеть тех, кто переходит, вы скажете, смотрите, сколько много, и уже идут. Вы поняли? Верно ли, что информационные системы каждого индивидуума взаимосвязаны между собой и образуют единый сложный космический комплекс абсолют, частицами которого мы являемся? Мы говорили о единстве, вы называете это абсолют. дайте счет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Спрашиваю. Переводчику тяжело, видимо, да? Спрашиваю. Мы являемся частицами абсолюта в любой стадии развития или после завершения земного цикла? Нет, вы являетесь в любой, потому что мир единый и все в вашем понятии это абсолют. Мы говорим об этом и том же. Абсолют и единство и в наших и в ваших понятиях одно и то же. кем же мы все-таки становимся, когда завершаем полный земной цикл эволюции? Вы спрашивали, мы отвечали, что у вас есть множество путей. Вы можете вернуться на землю для того, чтобы продолжить мучения или радость. Все зависит от того, как вы прожили. Дальше вы говорили о полярных если вы в прошлой жизни были добры и не творили зла, какое зло придет вам в следующей жизни? К вам придет только испытание, и вы будете называть это злом. Мы говорили вам уметь отличить испытание от зла. Далее вы находитесь на пятом уровне. Вы должны пойти на шестом. но я говорю о вас. Многие не дошли и будучи людьми до третьего и второго. есть люди уже имеющие шестой. Есть люди выше. Они приходят к вам как учителя. Вам надо достичь хотя бы этого. И тогда вас просят вы вернулись на землю учить или пойдете далее. Обычно как выбор происходит не подскажете? Все зависит. От видов. Но не порицается ни то, ни то? Нет. Вы имеете полное право выбора. Но согласитесь подсчетно. Тот, кто возвращается. Да, да. Чтобы тянуть других заблагородований. И бывает, что он не справляется и становится одним из них. Бывает и это. Это взятие непосильного груза. И тогда он несет больше ответственности. Потому что он приобрел, пришел и потерял. И ему найти сложнее. И циклов ваших понятий жизни ему придется пройти больше. Это сознательное самопожертвование бывает, да? Да. Сознательное самопожертвование. Но подумайте, можно ли жертвы? Можно бойцы? Они должны быть закалены. Они проходят земли для того, чтобы умирать. И вы, придя сюда учителем, должны быть уверены в своих силах. И иначе будете раздавлены и станете как все. И тогда вы будете наказаны множеством времени. Что такое множество времени? Мы говорили вам о множестве жизни. А есть еще и понятие множества времени, да? Поймите, есть множество времени и есть множество инкарнаций. Человек может иметь сотни инкарнаций. Но согласитесь, если он постоянно будет умирать ребенком, то множество времени здесь не стоит говорить. Вы согласны? Согласны. Мы говорим о множестве. Многими учеными отрицается возможность космических путешествий из-за чудовищно огромных расстояний до звезд и до других галактик. Но надо ли совершать космические путешествия в трехмерном измерении? Ведь любые расстояния проще преодолевать, если использовать многомерные измерения. Это возможно для человечества в нынешнем состоянии? Вы невнимательны. Мы говорили вам о пяти измерениях. Но мы же не научились пользоваться. Далее. Вы не научились пользоваться? Хорошо. Вспомните. Умели вы первыми тремя сразу пользоваться, как только появились. красота вы используете только сейчас, и то не полностью. Согласитесь, вы считаете четвертое измерение это время. Я вам скажу нет. Это одно из составляющих времени. И вы рано или поздно будете делать первые шаги и в этом. И уже были созданы попытки. Но будьте внимательны. Время одно из составляющих четвертого измерения. А пятое? Я не могу объяснить, что такое четвертое. Ну да. Ясно. Скажите, возвращаясь к вашей информации о 26-м годе и 56-м это не связано с магнитно-гидродинамическими генераторами? Отчасти да. Взрыв лаборатории в Ленинграде в 26-м году это это случай? Да, Ленов, не скажем ничего. У вас есть сейчас модели. движущие и создающие энергию. И вы до сих пор не можете понять, как они работают. Ну это не лично мы виноваты. Просто, видимо, тем людям никто не подсказывает из высших цивилизаций, что это то самое открытие. Что вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что все ваши открытие были всего лишь только подсказки? Вот, сэнтил судический. а подсказки кто-то подсказывал ранее? Ну, ясно. Вы унижаете себя. Этого нельзя делать. Вы или унижаете, или возвышаете. Вы сейчас хотите унизить человечество, говоря, что он подсказывает. И тут же возвелищивать его, говоря, что растения и животные не живут. Вы нелогично. Да, нам трудно понять эти градации. Это ваша слабость. Но мы говорили вам, что это ваша сила. Вспомните желтый цвет. Научится ли человечество постигать многомерное? Один, два, три, четыре, пять. Ваше понятие расскажу одну сказку. Вы подумайте, кому из вас она будет относиться. Вы хотите это? Да, конечно. Жил юноша. Его с детства уже боялись, уж у него были черные длинные волосы и черные глаза с сединой. И в них была старость. В 17 лет он полюбил девушку. и полюбил черных книжей. И он хотел заставить девушку любить этим способом. Далее его хотели казнить. Девушка спасла его. И он тогда решил, что черная магия помогла ему. Лишь только тогда, не поверив любви девушки, он был забран в вашем понятии черными силами. Теперь подумайте, кому могло это относиться? Из присутствующих? Думайте. Скажите, а даты там конкретные? Мы не говорили вам дату. Вы подумайте. 17 лет. Мы говорили вам, что было ему 17 лет. Вы невнимательны. Думайте. кто примет ближе этот рассказ? Боюсь, не я. среди нас присутствует Аня. Тогда объясните, почему каждый из вас отказывается? Мы не были седыми, зеленые волоса веточны. Хотя может любовь и была, но... Подумайте, что вы говорите. Мы говорили не о седых волосах, вы невнимательны. Мы говорили вам о черных глазах сединой. И говорили о старости в глазах. Дали. Объясните, почему вы хотите каждый, что это не вы. Вы можете сказать причину. Ну, черноктижья многие из нас до сих пор мало представляют, что это такое. Поэтому с нами это не связано. Мы спрашиваем вас, почему вы не хотите, чтобы это были вы. Ответьте мне на этот вопрос, и я не спрашиваю вас, как вы относитесь к черноктижью. Потому что, наверное, насильная любовь через черноктижи никому из нас не импонирует. Страх в конце что за поле ничего зависит вы. Я вам скажу, во-первых, вы внимательны. Вы плохо слышали. Я говорил вам, что он думал, она сильно любили, не поверив настоящую любовь. Вы здесь этого не заметили. Это вы того, что невнимательность. Далее, вы не хотите быть им считаете себя лучше. Вы не допускаете, что вы можете быть таким плохим, но допускаете это в жизни сейчас. И это называете подумать. Хорошо. А что вы каждый из вас относится к этой сказке. мы говорили вам сказку. Мы хотели вам дать мысли и эмоции. Мы не говорим, что это было конкретно. Мы только дали вам сказку. Мы дали вам понять, что вы в этой жизни совершаете множество ошибок и не хотите их вызнать. У нас у многих проблемы есть в семейной жизни. И что бы вы посоветовали? Как их преодолеть? Можно ли это преодолеть или это ведет к разрыву все равно? Чаще всего вы ссоритесь из-за пустяков и теряете все из-за пустяков из-за боязни вступить или признать себя виновным. Вспомните сколько вы ссорились и сколько вы ссорились по серьезным причинам. Чаще вам не хотело уступить и она не хотела вам уступить. И это вы расставили и может привести даже к разводу. Нужно ли это? Вы хотите чтобы весь мир смотрел вашими глазами? Вы хотите чтобы все делали как вы? Вы хотите чтобы все вас понимали? Но вы не заботитесь чтобы вы всех понимали? Далее мы говорили вам о наказании. Многие наказаны. И подумайте почему? уж то ранее делали то же самое что делает вам сейчас. Понятно. Далее. Согласитесь все что легко дается не очень ценится. Да. правило. Но ведь бывают просто разные уровни культуры и интересов. И не восстановишь быстрыми методами. Вы не правы. Вы не можете встретиться с более высокими или с более низкими. Как правило они подобны вам. И заметьте вспомните ваши споры и вы заметите что иногда вы спорили об одном и том же. Но разными словами они понимали друг друга. Но хочу вам сказать что спор не рождает истины. Ну ясно. Хотя разность интересов является явным то разом и препятствием в общении многих из нас. Просто наши интересы другим совершенно неинтересны. Как в таком случае поступать? Убеждать вроде насилия? Мы говорили вам что вы хотите чтобы мир смотрел вашими глазами. Почему же? Вы считаете что вы делаете правильно а другие нет? Да мы говорили что вы хотите чтобы вас всех понимали но вы не хотите понимать сами. Найдите компромисс. Уступите. Умейте уступать. Умейте прощать. и бросьте ваше понятие гордости. Порою из этого понятия вы делаете множество ошибок не хотят признать свою вину. Но если у близкого человека один по-моему интерес только денежный и нет совершенно интереса ни к литературе ни к другим ценностям ну как тогда мне значить хорошо вы спрашивали нас как мне доказать что все духовно всему миру. Вы не можете доказать это своей жене и хотите доказать всему миру суметь хотя бы сделать на малом. Но это труднее чем всему миру наверное. Так есть ли предел у многомерного мира или он непостижим и бесконечен? Какого понятия вы имеете многомерный мир? Ну пять вот сейчас мы пять измерений знаем. А скольки конечное число есть многомерности? Нет. То есть миров бесконечно множество многомерностей? Мы хотим чтобы умение расслабить логически. Если вы говорите о бесконечности как же вы можете представить конечное число? Говоря бесконечно можно сказать что бесконечно все. И отсюда может золотой вывод что бесконечно и вы. Каждый из вас. И став Богом вы будете выше. вы будете идти далее. И это будет бесконечно. И потому многое прошлое вы забываете. Чтобы не ощутить страх бесконечности. Согласитесь ощущать себя вечно. Для многих это пытка. хорошо. У нас одна половина пленки была испорчена. Некоторые вопросы все-таки нас волнуют. Мы немножко может повторимся. Есть мнение что увлекаясь аномальным явлением человеку придется за это расплачиваться своей душой. вы можете аргументированно опровергнуть эту точку зрения? Или она действительно имеет место быть? Мы не можем сказать вам да или нет. Все зависит с какой цели делаете вы. если вы хотите всего лишь только познать но самому ничего не дать да вы принесете. Скажите Ури Геллер это один из тех будущих людей которые уже могут использовать силу телекинеза ведь он гнет взглядом ложки и так далее остановить мы говорили его называть имя далее если мы скажем то или то то может не прошу душу поймите все сейчас творится для того чтобы человек сделал выбор если я вам скажу да это так или это нет то я за вас сделал выбор не вы и потому я не буду вам говорить был это контакт был это ложный то правда или ложь вы сделали даже сами мы не должны лишать вас права выбора если вам говорят да это ложно или это правда то это в вашем понятии нехорошие контакты они лишают вас права выбора мы вам даем не более чем вы должны взять то есть наши надежды подчеркнуть в наших контактах с вами какие-то силы возможности научиться вырабатывать себе нечто нет вы не правы вы сами не знаете что вы знаете у вас пронизует множество миров мы говорили о единстве согласитесь если мы говорим о единстве то значит вы обладаете всеми возможностями чему обладает эта единственная чему обладает этот весь мир вселенная и далее подумайте мы говорили вам о могуществе мозга и мы говорили вам о неумении управлять вы не знаете своих возможностей я же вам скажу малое оторванное от целое обладает теми же свойствами что и целое голограмма здесь здесь нельзя применить понятие голограммы там тоже разве даже нет я вам скажу так если вселенная может создавать жизнь значит создаете и вы все что может сделать мир можете сделать и вы да вы можете одной мысли затушить ядерную топку и одной мысли вы можете разжечь ее и мы говорили вам один вид вы одной мысли можете уничтожить и зародить новый мир и вы иногда это делаете но хаосом не замечая этого вы рождаете множество миров и каждый из вас уже родил их множество но и каждый из вас уже умничтожил множество и вы не знаете об этом мы не можем вам их показать иначе вы будете раздавлены собственным грузом то есть это счастливое наше неведение да скажите мы так не поняли из ваших предыдущих объяснений чем объясняется способность некоторых людей удерживать на своем теле металлические предметы то есть живой магнетизм с чем все таки вам говорили что вы можете назвать живой магнетизм но это всего будет любой аналог это умение управлять и вы чаще это делать хаотически вспомните отвечая мы вас спросили может ли он так же отлепить не касаясь вы мне не ответили но я наблюдал может я даже сам своей рекой удерживал когда мысленно просил удержаться предмет он удерживался но ненадолго видимо не хватало моих усилий я вас спрашиваю может ли он сделать так чтобы он сам повел или притягивался или отходил чаще вы делаете это хаосом и вы найдя зацепочку начинаете развивать это у вас тоже есть множество свойств вы ведь не пробовали делать многое что делает экстрасенс вы попробуйте у вас многое получится и это будет получаться тогда когда вы будете делать это уже без надежды то есть вспомните как вы вспоминаете неожиданно бывает да а вы многое умеете делать умеете управлять но вы делаете хаотически и у вас бывают моменты прозрения и вы бываете пророками я говорю лично о вас и вы были вам новым пророками но вы не замечаете этого у меня получалась работа с рамками но однажды один скептик психолог мне объяснил что это совершенно работа моего подсознания и они эти рамки перестали у меня работать в чем была ошибка была только в вас да это работа вашего подсознания и мы супер это рамками но подумайте какова сила подсознания подумайте он сказал правду но он сказал правду так что вы ее не поняли да вы работ подсознанием и подсознание дает команду мозгу И тогда только мозг дает команду нервам, и нервы дают команду мышцам. И вы двигаете эту рамку. Но подумайте, сила подсознания. Мы говорили вам о умении управлять. Мы говорили вам о памяти, не имея памяти. Вы помните? Подсознание обладает этими возможностями. Подсознание видит больше, чем вы. Она использует множество, и чаще всего все чувства, которыми вы обладаете. И она дает вам. Вы же сознанием заглушаете это. У вас есть ученый, утверждающий, что подсознание всего лишь инстинкты, и это ничто. Согласитесь, когда он это писал, он писал это подсознанием, но не подсознанием. И скептик ваш прав. Но чаще ложь бывает умалчиванием. Вы поняли меня? Да, очень. Скажите, пожалуйста, а как вот примерить сознание с подсознанием? Или сознание есть... Вы никогда этого не примерите. Насильно вы это не сделаете. И диалог, как правило, не появляется. Вы должны, будучи в сознании, научиться владеть подсознанием. Спрашивайте. Если я все-таки вернусь своим опытом к рамкам, что-то мне сейчас поможет работать с ними? Вам может помочь только вера. Вы знаете, что такое вера? Это сила, которая заставляет сознание слушать. Наверное, трудно это воспитать. То есть это в модели сознания это самообман получается, но убедительный, так сказать, да? Подумайте. Ваше сознание не верит во многое, так что несет вера. Но вера – это сила, которая заставляет сознание остановиться и оглянуться, и прислушаться. И чем больше вера, тем больше будет слышать сознание. Вы скажете, что что-то фанатизм. Это тоже вера. Нет. Фанатизм – это когда сознание применяет все за правду. Или за ложь. И предстает работать. Согласитесь, фанатизм – ничто не примет, что может отрицать о его вере. Согласны? Да. И он не будет искать нового. Будет достаточно того, чего он уже имеет. И потому он останется на месте. Он не будет двигаться духовно. Да. Девочка. Экстрасенсорным лечением ведет к шизофрении демономании. Так ли это? Нет. Это полезное свойство и знание человечества? Подумайте. Вы не имеете управлять. Если какая-то часть уловлена вами, вы начинаете лечить в вашем понятии экстрасенсов. Но это все происходит хаотически. И чем больше вы будете применять энергии, но хаотически, да, вы станете шизофреником. И далее. Вам надо учиться управлять. Самый лучший способ – это нести добро. Это делать, не зная, что делает другая рука. Мы вам объясняли. Вы никогда не научитесь. Если вы будете лечить с мыслью, а вось пригодится. Одно из многих. И главное, что губит многих ваших экстрасенсов. И вы знаете сами множество примеров. Да. Наши противники по исследованию нормальных явлений приводят случаи, когда обращение к душам умерших якобы ведет к шизофрении. К явлению полтергейстов, к заболеваниям души человека, демонистскими силами. Это типичная картина или вымесел? Нет. К сожалению, это чаще так и есть. Мы говорили вам о неумении нести груз. Если человек слаб в воле и вызывает сильнейшего духа, он забирает его плоть. У вас это называется бешенством или вселился? Да. Дайте счет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скажите, пожалуйста, что же сейчас все-таки происходило с переводчиками? Мы говорили вам, что мы даем картинки. Мы даем истинные картины. Мозг пытается носовать свои. Мы не даем ему это сделать. И потому оставим защиту. Дали многое из-за того, почему он не помнит. Это одна из причин. Может, не может найти аналоги и забывает в вашем понятии. Но все это останется. Мы говорили вам о зарядах. Да. Но, к сожалению, вы не слушаете те же заряды, не слышите нас. Мы говорили вам о попыках. Попробуйте. Мы хотим это сделать. Но, поймите, вы должны лечь и ничего не бояться. Если вы будете бояться или сомневаться, мы не придем к вам. Потому что мозг не пропустит нас. Мы говорили вам, что когда-то вы покинули нас. Вы нас отвергли. Вы решили, что вы сильные и можете обойтись без всего. И тогда нам пришлось многое убрать у вас. Но трудно отключить мозг в лежачем положении, не думать ни о чем. Боюсь, что именно это мешает многим переводчикам вступить в свой контакт. Нет. Согласитесь, вы никогда не сможете отключить. Если переводчик в вашем понятии лёг и отключил мозг, такого не может быть. Но, может, он быстрее настраивается, как-то убирает мысли из этого. Нет. Он просто этого хочет. А, ясно. Спасибо. Либо он помнит многое, что было и будет. Согласитесь, в вашем понятии помнит, что будет. Да, это нелогично звучит. Хотя, это самое интересное, наверное. Подумайте о единстве. И подумайте, может ли в единстве существовать время? Есть ли единство? Это значит, есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Значит, в едином нет времени. Мозг не хочет принимать это. Мы говорим вам о сознании. Не путайте о всём мозге. Иначе вы не поймёте противоречия. Мы вам говорим о могуществе мозга и тоже говорим, что он не принимает. Мы говорим о сознании. К сожалению, сознание доминирует над мозгом. Вы считаете, что мозг – это и есть машина, умеющая думать. Нет. У вас есть сознание, и оно занимает очень малое место. Всё остальное не работает. Согласитесь, что были случаи, когда у человека практически полностью отсутствовал мозг, и он жил нормально. Это было описано в газете. Да, мы говорим вам, что сознание – это всего лишь только маленькая частичка. Это маленькие ключи, в нашем понятии открывающие одно из виртуалов. Виртуал – это грубо. Но у вас приняты такой темы, и нам приходится им пользоваться. И мозг всего лишь машина, всего лишь только приёмник. Но каждая ваша клеточка, я говорю даже не о мозге, а говорю о клеточке тела, обладает огромной мощностью и в миллионы раз больше, чем та же клеточка, те же размеры, Солнце. И разница лишь только в размерах – вы, человек, и Солнце. И здесь тогда можно говорить о массе. Обладая массой, как обладает это Солнце, вы светили бы в миллион раз ярче. Трудно поверить, да. Но мы доверяем. В это не надо верить. В это не надо доверять. Ваши учёные уже сделали-то расчёты. И это не является секретной информацией. Возьмите ученики биологии, медицины, и вы найдёте там это. Хорошо. Можно продолжать. Могут ли души усопших... Один, два, три, четыре, пять, шесть... Могут ли души усопших передавать полезную для людей информацию? Мы же вам говорили, что много усопших такие же, как вы. Они просто попадают в другой мир и, конечно, не могут предать и полезную, и вредную. Вспомните, мы говорили вам, что они подобны вам. Согласитесь, что многие. Они приходят к другим или с помощью, или просить помощь, или отомстить, или сделать по принципу, раз мне плохо, то пусть будет и другим. То есть, все человеческие характеры оставляются там, да? Да, конечно. У волгоградской девушки есть контакт, якобы с умершим поэтом и певцом. Но многие отрицают, что это он выжил на него. Стихи несовершенны. Он не помнит свой домашний адрес. Мы говорили вам, что мы не можем отвечать на такие вопросы. И лично вам я вам скажу, но только вам. Согласитесь, что это подозрительно, когда приходят контактеры, великие люди. Вы поняли имени? Он интересные стихи передал. Поняли, теперь будем знать. Да, вы поймите. Не называйте это ложью. Мы объясняли вам, что ложь – это относительно себя. Вы можете мне сказать многое, и я поверю. И для меня это будет правда. И я не буду нести за это наказание. Но вы будете нести наказание за ложь, потому что вы обманули себя. Вы, заведомо зная, что это ложь, сказали. Если вам сказали ложь, и вы публиковали как-то правду, вы не будете нести за это наказание. Ибо для вас это было правдой. Далее, есть случай понятия контакта. Когда люди мечтают о чём-то неординарном, и в уме проявляют контакты. Для них это реально. Мы говорили вам, что для мозга любая картина реальна. Есть он и у вас своя ица. Многое мозг рисует сам. Это нельзя назвать контактом в вашем смысле. Но подумайте, это всё же контакт. Контакт с подсознанием. А если подсознание знает всё, то согласитесь, это очень неплохо уметь разговаривать с нами. Да, Вер. Да. В России, в городах, вот в настоящее время, появляются некие миссии, которые заняты идеей спасения человечества. Какова их роль в обществе? Подумайте. Многие приходят, и что-то для того, чтобы иметь мамону. Если вы увидите человека, кричащий, что он миссия, и собирающий злат, пройдите мимо. Миссия в каждом из вас. А только раз одно. Вы должны это делать бескорыстно. Каждый из вас вместе. От каждого из вас зависит будущее. Понятно. Но ведь и нам бывает, духовным вроде бы людям, нужны деньги хотя бы для того, чтобы иметь магнитофон, хорошую записывающую аппаратуру, те же кассеты. Что нам делать? Не пользоваться никакими средствами. Почему же? А за мамой говорили, скажите, а вам говорили, не будьте их рабами. Все хорошо. Так, вопрос такой. Допустим, я работаю на такой работе, где мне не хватает даже прожиток. То есть, уже и в семье поговорить, чтобы я перешел. Но так у меня есть время сидеть и рассуждать. Творческая работа. Да, творческая работа. С другой стороны, надо как-то семью поддерживать, чтобы люди все-таки одевались там, не были на положении рабов денег, так скажем, если их не хватает. Подумайте. Вы ищите себе оправдание. Если вы хотите возвыситься за счет других, то вы не возвыситесь. И потому путь в монахи не дает ничего. И это наказуемо. Вы родились в этом мире, и в этом мире должны жить. Если у вас есть семья, обеспечьте. Если не можете, не заводите. А если, чтобы обеспечить семью, вот... Вы не правы. Хотите сказать, для того, чтобы обеспечить семью, не будет времени для духовного. Подумайте. Разве это так? Но нужно увлечься одной стороной, добыча денег и все. Мы говорили вам, не будьте рабами. Понятно. Вот у нас создается впечатление, что так называемое сверхважное для человечества знание, информация, которая дается многим в контактных ситуациях, фактически ничего не содержит нового и важного. Почему? Мы же вам ответили, и не более семи минут назад. Мы говорили вам, что ваше подсознание знает все. Далее, как вам дать новое, если вы не знаете старое? Могу ли я вам дать высшее, не знаю, нише? Вам провести аналоги? Да нет, даже нет. Вопрос такой. Вот у переводчика был в детстве сон, когда приходил к нему мужчина и женщина в белых одеждах, предлагали жить, значит, в мире или пепла, или в мире, так сказать, светлой радости, травой. Ну вот, в таком. Он ушел, значит, в мир пепла, потому что сказал, что там, хоть и страшно, но там его мать. Он не хотел просто покинуть ее. Скажите, что это было вообще? Ну, скажем только ему. Мы говорили, и он это чувствует, но он пока не может это понять. Да. Вам же я скажу, как вы понимаете это. Вы должны будете сделать подобный выбор. К вам придут и скажут, вот здесь или здесь. Какой путь выберете вы? Мне кажется, я не покину тех, с кем я, так скажем, мучился в этой жизни. Вы сделаете выбор, и от выборов будете шансы, что будет дальше. если вы оставив свои долги, уйдете на зеленую планету, то вы просто предатель. Хорошо. Скажите, есть ряд контактов с полетами на другие планеты. Почему никогда из этих путешествий, они выглядят достоверно довольно, никаких материальных свидетельств не привозятся и не приносятся? Это что за условие такое? Мы говорили вам о множестве лжи в вашем понятии. Многие контакты всего лишь выдуманы. И они выдуманы. Я говорю вам о лжи. И есть контакты, но их гораздо меньше. Когда в вашем понятии не лживы, но для мужика реальны. Умейте видеть разницу. Когда вам могут или фантазируют. Когда вам фантазируют, никогда не говорите, что он могут. И когда вам могут с какой-то целью, вот это и есть ложь. То есть человек сознательно знает, что даже не фантазировал, а просто чтобы там... Да. когда он выделится, хочет просто выделиться или что-то иметь от этого. И он это делает сознательно. Это ложь. Но есть и в сознательной фантазии, когда человек хочет выдуматься или хочет исполнить свою мечту, и это нельзя назвать ложью. для меня крайне важно различать глушие, потому что я несу людям информацию в газетах и журналах. На меня ложится грех дезинформации. Вот... нет. У нас сложится негде дезинформации. Просто когда вам придут и солгут, и вы напишите, то вы просто теряете буквально раз. Ибо рассказчик расскажет всем, как он обманул, как вы наивны. Такие случаи уже были, да? Да. А конкретно нельзя назвать? Нет. Да, вот это бьет по... Это не бьет. По моему престижу. У вас есть сердце. Не умейте его слушать. Далее. Это бьет вашим престижем всего лишь только для глухих и слепцов. Ну, тогда ситуации, которые я мне почему-то не пишу, не могу, хотя очень интересные. В хуторе Голубинском человек побывал на другой планете, очень подробное письмо, интересные детали. Мы вам сказали только, что мы вам не будем говорить конкретно. Зачем тогда спрашивать? Понятно. Помните сердце и слушайте. Слушайте его. Далее вы боитесь о своей. Мы вам говорим. Только слепые убедят вас обманщика. Другие скажут, пишут, если ошибся. Не страшно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И поэтому мы вам не скажем, что, где, когда. И давайте договоримся. Не задавайте подобных вопросов. Хорошо. Мы не имеем права лишать вас права выбора. соблазн велик, если информация очень необычная. Согласитесь, чтобы обмануть. Надо уметь обмануть. И потому надо проподнести более, чем было ранее. Иначе вы не напишете. Вы согласны? Да, конечно. Многие читают. И сейчас достаточно литературы, чтобы прийти к вам и рассказать любую сказку. Вы будете верить в нее. Но мы говорили вам, для вас это правда. Можем срочно выдавать работы с рангами? Нет, с сердцем. С сердцем я боюсь, что могу ошибаться по-прежнему. скажите, возникла сейчас вопрос такой. Можно ли по окончанию сеанса с нами вдруг продемонстрировать на небе НЛО на улице? Или это не в ваших силах? Мы же говорили вам, что мы не инопланетяне. Почему так невнимательно? Извиняемся. Мы просто рассчитываем на ваше могущество. Могущество в чем? Мы говорили вам. Вы спрашивали нас. почему вас забирают? Согласитесь, разве в этом есть могущество? В вашем понятии, что мы должны были проявить могущество, мы должны вас взять. И следовательно, я вам скажу, мы имеем могущество достаточное, чтобы забрать всю вашу планету. Интересное заявление. Спасибо. скажите такое. Вы сказали в прошлых контактах, что есть у нас тонкая оболочка. И что это за оболочка? Поточнее можете рассказать? Вы ставите вопросы, мы ответим. Хорошо. Тонкая оболочка это следующее тело, в котором мы будем существовать в следующий период? Мы говорили о таких материях в вашем понятии оболочка. Подумайте, это разные вещи. Далее, мы говорили вам, что вы будете мутировать, и постепенно вы будете терять материальное. Ну, допустим, у меня случилось спонтанно, так скажем, это в прошлом году, и вот в этом году случилось. Вы смогли только оторваться и уйти. Материально ваше тело осталось. Вы же должны в вашем понятии сознательно, и мы здесь говорили об этом, вы же сознательно научиться слушать подсознание. Вы должны, имея тело, делать то, что делает душа. И это вы можете сделать только тогда, когда она будет утончаться. подумайте, камень твердый, растение мягче. Да. Думайте далее. Человек осмолен. Да. Душа совсем. Вы замечаете здесь утончение? Ну, безобразная душа. Ну, безобразная происходит. Хорошо. Можно продолжить. полезна ли российскому человеку восточная философия? Мы говорили вам, имейте свое. Дали. Полезна любая философия. Или вредна любая философия. Все зависит, как вы воспринимите. вопрос по тонкой оболочке. Вы сказали, будьте осторожны, вас могут захватить. Никогда не называйте тонкой оболочкой. Простите, какой таймин вам называют? Мы вам говорили. Тонкой материи. Тонкой материи. будет точнее. Далее. Даже ваше тело нельзя назвать оболочкой. Даже тело камня нельзя называть оболочкой. Ладно. тонкая материя может быть захвачена. А кем захвачена? Подумайте. За вас идет борьба. И мы говорили вам, что многие люди находятся на пятом, шестом, и есть уже выше. Есть люди, которые находятся на втором, на третьем, и даже на первом. Далее. Вас хотят многие, хотят вашу силу, и к вам приходят. Вспомните, что к вам приходили и говорили о чем вашу силу. Мы завидуем вашей вечности, мы завидуем вашей бессмертности. Это было написано одним из вас. Это инопланетно разом сообщаем. Далее. Он приходит и забирает не только наполнителя. Идет борьба. Согласитесь. Если идет война, то есть и пленные, и есть заложники. Скажите, при случае, если я вдруг еще выйду, так, чтобы случайно не попасть, все-таки не ясно, кто, как выглядит, чтобы я защищался, удрал, может, я не знаю, какие пути. Надо еще иметь смело. Научитесь вас разумом. Далее. Многое питается вашим страхом. Понятно. Велик процент похищения людей в настоящее время, ведь криминальная обстановка нет. Мало, да? Чаще всего это незнание ваших специалистов найти человека. И легче всего сказать, что он был украден. Хорошо. Есть мнение, что через веру в реинкарнацию бесы убеждают человека в бессмысленности нынешней жизни, вселяют надежду, что следующее будет легче. Вы бы могли дать аргументированный ответ, если это мнение верно или ошибо? Я вам скажу, все ваши религии говорят, а вы те самоубийства. Я вам скажу далее. Любое убийство себя или в себе подобных, все это называется убийством. Далее к вам приходят бесы и говорят ни к чем на жизнь. Хорошо, вы уйдете от этой жизни, и куда вы вернетесь? Вы вернете в эту же жизнь. Пусть это будет через туалет, но это будет та же жизнь, и вы будете наказываемы более. И чему вы научитесь? Многие приходят и говорят, я кончил самоубийство, уж не настил до горя. Нет, это была просто слабость. Это была слабость, перешедшая в трусость, перешедшая в предательство. когда человек теряет разум со страха, и потому он находит в себе оправдание, выбивает себя. Чему это приводит? Это приводит лишь ко многим другим смертям. Подумайте, если вы сейчас вспомните самоубийство, в следующей жизни пострадает ваша мать. Она родит вас, и вы умрете в детстве, какой вы принесете ей горе. Далее, если вы сделали это, и умрете в детстве, то следующая жизнь будет, когда вы умрете уже чреве. Далее, вы уже не родите на этой земле человека. А кем? Вопрос без там нельзя. Продолжим. Причина появления СПИД. Вы даже не знаете причину этой болезни. Вы лечите то, что думаете. Вы считаете, что это информационный гол. Но существует гипотеза, что СПИД занесен из иных миров. Тогда какова цель этой акции? Почему вы считаете акцией? Если вы идете на улице и что-то находите, вы считаете это акцией? гипотеза, имена, слои рискованные, так сказать. Ваша слабость, в вашей гордости. Вы думаете, что вы так сильны, что вас боятся, хотят вас уничтожить. Это первая причина. Вторая. Вы только начинаете открывать дверцы в генетику и уже решаете выводы, что это инженерное или нет. Для вас это инженерное. Тогда подумайте, как будет являться для многих, скажем, деталей, что-нибудь сделанное вами. Но уфологи связали это с тем, что в середине 70-х в США производились операции над животными. Это не при чем? Подумайте. Первое. Вы не знаете истинной причины болезни. И вы сейчас лечите совершенно на другое. Далее. Никто вам его не заносил. Вы получили его сами. Это ваш продукт. Это продукт? Давайте не будем говорить анапланетяна. Это ваша вина. Это продукт биологической войны? Это один из продуктов. Спрашивайте далее. Человечество найдет лекарство против СПИДа? И когда? Мы говорили вам. Да. Понятно. Сейчас вы не можете дать рекомендации больницам. Мы давали вам рекомендации. Вы невнимательны. Термолечение. Термолечение. Это один из способов. Применять тоже. Понятно. Ну а то, что СПИД мог быть дан в качестве наказания человека и его греховность это чепуха? Ну, распутная жизнь и так далее. Вы сами создали это. Дали. Если. Скажите, телепортация. Когда человечество в достаточной мере... Один. Два. Может быть, сегодня хватит? Да. И продолжим. У меня вопрос такой, извиняюсь. У меня вопрос такой. По запросу, по-моему, в прошлом контакте вы сказали через технический вопрос. Вы сказали, что вы не просили нас давать счет больше девяти. Так? Далее. Так. Но я отлично помню тот контакт по-прошлому, кстати, в котором я посчитал до девяти. Вы сказали, далее. Я спросил, что больше девяти? Вы ответили, да. Я начал десять там и дальше. Как у вас понятие? Подумайте. Мы-то запросили вас тогда. Мы говорили это делать всегда. Солоститесь. Тогда был другой контакт. Ну да. Тогда был другой улик. Тогда нам приходилось бороться. И вы были помощниками. Сейчас кто вы? Кто? Кем? Помощник. А сейчас кто и кто? Мы сейчас разговариваем. И нам не надо бороться. Понятно. Идет беседа. А, вот. Хорошо. Продолжим. Телепортация. Когда человечество в достаточной мере овладеет этим свойством? Мы говорили, что уже у вас есть и первый, и второй, и пятый, и шестый. Это же телепортация. Многие уже умеют делать это. Если вы хотите спасить, то спасите лично себя. Нет, у меня такого совершенно не получается. Скажите, а вот под Новый год прошлый передавали одного мага, который проходил сквозь стену. Это он без всякого фокуса действительно там телепортировался? Почему поставить телепортацию перемещения? Да. Телепортация значит далеко. Телепортация быстро может быть в другом теле это далеко. Первое, в университете в переводе. Далее. В вашем понятии телепортация это движение. Я же вам скажу по-настоящему вы научитесь перемещаться только тогда, когда не будете двигаться. Интересное суждение. Мы говорили вам о вибрациях и говорили вам о их настройках. Да. Ну так будет ли телепортация это будущим видом транспортирования человечества? Да. Понятно. Скажите, что несет ритуал крещения человека? Есть ли какой-то большой смысл в этом? Да. Он полезен каждому человеку? Да. Если кто не крещеный, то он что, ему хуже что-то в жизни? Нет. просто он много теряет. Что именно? Он теряет возможность пополнения энергетики. Скажите, а ребенка вот он не осознает же, что его крестят? Он не принимает это? То есть должны родители об этом беспокоиться? Подумайте. или в сознательном виде уже крестить снова. Если вы будучи включеным ребенком, придете в церковь, будучи взрослым, чтобы креститься, как вы видите в сознании, это всего ли будет недоверие к первому крещению. Значит, вы не доверяете Богу. Согласны? Да. Вы должны креститься всего лишь раз. Понятно. Бог крестит вас. А вопрос... и придя взрослым, сказав, хочу креститься в сознании, это всего лишь неверие в первое. Хорошо. У нас многие некрещеные из-за марсистских убеждений. Взрослому человеку следует креститься или уже это бесполезно? Следует. Да. Мы говорим вам, что здесь причина не в религии. Мы говорим вам об энергетике. Ну, не сказать же, что человек не заболевает в результате. Такие же крещеные также болеют. В чем тогда? Все-таки он дольше живет, что ли? Мы говорим об энергетике. Эта энергетика может произойдиться не только в этой жизни. Далее. Вы должны уметь управлять. Вам дают. Мы говорили вам, что вам приходит много. Если вы это не замечаете, то для вас это случайность. И не более. Зогласитесь, если человек будучи взрослым и приходит с верой, он получит больше. Ребенок не приходит с верой в вашем понятии, но он знает больше взрослого, ибо он помнит еще прошлую жизнь. Далее. Он единый с матерью. Далее. Он не покидал нас. Кто? Вы не внимательно. Мы говорили о ребенке. То есть, он растет и все равно ребенок остается. А скажите, является ли крещение защитой человека от сил зла, бесовщины? Да. Но ведь и крещеные совершают зло. Это уже ваши проблемы. Вам дали энергию. Это уже вы применять как хотите. У вас есть право выбора. Было бы очень легко жить, если можно было лишить зло и только крещение. Когда лучше проводить обряд крещения в детстве или в взрослом виде? Вы должны это сделать в детстве. Но если вы не были крещены с детства, сделайте это в любом возрасте. не оттягивайте, иначе это будет просто. Пойду к Богу скажу, когда мне найдется время. Сластитесь, это глупо. Понятно. Нас созрит еще. Скажите, в прошлом контракте вы сказали, меня не надо крестить, потому что почему-то я от вас ушел недавно, так сказать. будем внимательны. Наверное. Мы говорили о разных крещениях. То есть у него была другая вера когда-то? Почему вы считаете крещение это то, о чем сейчас говорили мы? Мы тогда говорили о вас и о нас. Согласитесь, когда воскресе приходим не мы, потому что мы с вами. к вам приходит другое. Мы же говорим вам в прошлом, что не надо крестить, ибо мы были вместе. Мы уже были когда-то крещены. Но не принимайте это. На сегодня мы говорили о разных вещах. Вы спрашивали о легионном крещении. Я вам говорил в прошлом. Разве об этом? Я так понял, об этом. Разве? о природном крещении, так сказать, да? Мы начали говорить, что мы ваша мать и отец. Я ответил он. Ладно. Вопрос еще такой. У меня внутреннее почему-то чувство такое, что мне не обязательно, в принципе, я не вижу смысла идти креститься в церковь. Почему-то сидит такое чувство, что у меня без этого, раз вера есть, то зачем это наоборот будет проявлением недоверия? Подумайте, многие и ранее верили, но не шли. Разве это наказуем? Многие не могли просто прийти. Вспомните ваш развитое время. Многие не шли, но верили. Согласитесь, многие попы намного грешнее обыкновенного человека. Дело не в том, будете носить крест или нет. И как одежду носите, рясу или одежду рабочего, Бог поднимает вас обнаженными и на вас пойдя к нему нет ни креста, ни одежды. Так это что-то я не понял смысла сказанного. Ладно, похоже, вам понятно. Профессор Вейник приводит десятки случаев, когда люди, увлеченные аномальным явлением, тяжело заболевают, кончают самоубийством или сходят с ума. Почему существует подобная статистика и не грозит ли это кому-то из наших уфологов? Мы отвечали уже вам. Что... И скажем далее. Если вы приходите неподготовленными, то да. И часто вы увеличите свои возможности. Вы говорите, я смогу. Я это сделаю, я лучше, я умнее и далее. И приходит, и оказывается слава. И тогда силы, которые пришли к вам, питаются вашей гордостью, но не любовью. Любовь для них ядовита. ответили вы. Так, приблизительно. Полезно ли детям в таком случае увлекаться аномальными или леньми? Похоже, что нет. Нет. Все ясно. А природа бесноватая. Как у людей все являются бесы? Мы же говорили уже. Ну ладно. Каков механизм привораживания любимых? Давайте договоримся. Никогда этого нельзя делать. Мы можем приворожить вас в вашем понятии, но тогда мы лишим вас права выбора. Далее, согласитесь, это будет купленная любовь и не больше, и она ничего не принесет. И чаще человек приворожен он не любит, он просто не может уйти. И он быстрее хочет сыну убийством. То есть это большой грех, и этим не следует заниматься никому? Никогда. Хорошо. Вопрос такой, вот если человека крестили не в церкви, а где-то на дому? Простите, главное, не кто крестил. А, понял. Сама мысль в этом обряде, да? Есть секва. Пришла обыкновенная бабка, но она верит в Бога, больше, чем поп, она будет крестить вас. Далее, я же говорил вам, воскрестить не поп, а Бог. Ага. Начни, конечно, да. Да, да. Вопрос такой еще. Вот вы говорите, что вы наши отец и мать. То есть, получается, небо и земля? Нет. Почему? Мы говорим вам о единстве, а вы понимаете, небо и земля в вашем понятии. Земля это что-то низкое? Нет, наоборот. Земля кормится, земля мало. Нет. Чаще в вашем понятии темные силы, ад находятся в глубине земли, рай находится в небе. Это же ваше понятие. В принципе, да. Мы вам говорим о единстве. Далее, вы же сами писали о Аде и кто создал его. Кто же и создал межи? Далее, вы спрашивали, мать, мать и отец. Мы не можем объяснить вам, чтобы вы поняли, кто у вас Натаналов. Если вы скажете, что мы ваши мысли, вы будете правы. Если вы скажете, виртуалы, вы тоже будете правы. Если вы скажете, что мы духи, и в этом вы правы. потому что все ваши названия всего лишь кусочки. Из кусочков можно составить целое? Нет. Нет? У вас не хватает множества кусочков. Понятно. Вопрос еще такой. Вот вы говорите, что вы приходите к нам в Солнечную систему, разглядываете Землю. Мы приходим к вам. Только в вашем понятии. А. По-настоящему. Мы пронизуем все миры. То есть весь космос. И все миры пронизывают нас. И вас пронизывают множество миров. И вы пронизываете множество миров. Но вы же не чувствуете себя на Марсе. Согласны? Согласны. Потому что вы не можете воспринять. Хотя для этого можно. Не сделать ни одного шага и оказаться там. Увидеть истинную картину. А не то, что рисуете вы. спрашивали, если мы прилетем туда. Да. Если вы прилетите туда физически, вы увидите пустыню. И лишь немногие картинки будут доказать, что здесь была жизнь. Но если вы придете туда духовно, вы увидите там жизнь. И вы увидите жизнь везде. Мы говорили вам, что ваша планета для многих солнцев. согласитесь, что солнце для многих планет. И на солнце вы увидите тоже жизнь. Да, я видел даже попытки нарисовать этих существ. Но это, естественно, наш мозг интерпретирует их. Правильно? Применительно к нашим образом. Так. Задайте каждый из вас подши вопросы. И дайте обращу на счет. Я прошу задать каждого. Хорошо. У меня вопрос. Сегодня на сеансе присутствует Анна. Скажите, ее эмоциональный фон является помощью посреднику переводчику или вам? И интересен этот объект для вас этот человек для вас? Вас пугает ее эмоциональный фон. Боже, чем интерес. Ясно. Скажите, основные цвета, которые присутствуют у нас? Красный. Красный? Красный? Нет. Красный. А это понятие крови. Далее. Синий. Холод. Холод. Искусственный холод. Попытка уйти. третий. Зеленый. Зеленый. Все-таки еще жизнь. Понятно. Я задаю второй вопрос. Известный вам профессор, обличая все, абсолютно все аномальные явления как бесовщину, этим самым нам кажется умаляет роль Бога. Он действительно ошибается? этим самым он отрицает Бога. Ну и понятно. А Серафим Саровский говорил, малейший из бесов своим ногтем может перевернуть землю. Он действительно так, а не так, могущественный? Да. Есть и такие. Я задал все три вопроса. Спасибо. Так, вопрос такой. Вам остался один вопрос. Да, хорошо. Вы можете мне посоветовать или так сказать оставить это при нынешнем положении идти мне креститься или не идти все-таки. Потому что внутренне я себя не чувствую, что я без крещения. Должны решать вы. Понятно. Если мы вам скажем идите, то вы обманете просто себе. Ну, вы должны решать сами. Сами. Поймите, вас никто не приведет силы. Ребенка не ведут силы. Это вам кажется, что он ведется. Его не слупил, он не хочет. Но вы разумны сейчас и вам решать за ребенка, если он не крещен, несет ответственность мать. Спрашивайте, да, Аляша. Я чувствую себя ошибкой. Я боюсь ошибок. Что это, я не знаю, как это, объясняю. Надо бояться. Вы боитесь ошибок? Ну, да, наверное. Нет, это ложный страх. И, продалев его, вы будете видеть в каждой ошибке помощь. Согласитесь, отрицательный ответ, тоже ответ. И помните, если вы шеет ошибки, лишь только тот, кто ничего не делает. еще два, смотри, еще два. Ну, я не знаю, у каждого ли человека есть свое предназначение в этой жизни? Во всех жизнях. Во всех жизнях есть предназначение, да? И у каждого на его задание поделено? Нет. То сейчас... Вы приходите с целью вернуть долги или помочь. Нельзя это назвать определенностью. Можно сказать только так. Определенность выбора. Вам дают множество вариантов, и вы уже выбираете, какой из них. Это называется определенность выбора. Если вам говорят, вот есть три цвета, выберите любой. Вы выберете только один из трех. Другие цвета вы не сможете взять, ибо вам их не давали. Это и есть определенность выбора. Да. Ну, вот, если я здесь уже сделала много долгов, то вообще-то... Не бойтесь, не бойтесь долгов. Идите двигайтесь. вы пришли сюда жить. И монашеский образ не даст ничего. Первое. Второе. чем больше вы нагрузите на себя, тем будет вам больнее. И потому вам нужна больше сил. Вы же чаще теряете сил на страх. Чем будет вам труднее, тем вы должны быть спокойны. Тем больше будет радость, удача. последний отказывается от вопросов. Мы даем еще... Мы просили каждого, мы говорили вам, что вы даете направление. Задайте любые. Вы можете спросить хотя бы просто, что будет дважды два. Мы ответим это. Мы должны услышать вас. Мы должны дать направление. если вы не хотите участвовать далее, тогда можете не задавать. Ладно, я не буду участвовать далее. Чем не больше к конец? Нет. Ну все, я дали не буду участвовать и все. Человек чувствует придать без этого достаточно информации. Нет. Он уже задал свои три вопроса. Этого достаточно. Вы можете приходить. дайте счет. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 историю. В конце были, там и сказка была, и девушка вот у нас. Сказка была, это, у меня все говорили, там девушка, да, значит девушка, там какой-то парень, вот, потом этот парень, я ее бросил, он как вас не помилится, я увидел, я порупить, вообще-то испугался, вот, и вышел, а потом ее на костре, на костре, на костре, на костре хотели жить, вот, и там, а он пришел, значит, почти к палача, пришел для того, чтобы, эти самые, типа, чтобы никто не мог куда скольбить, что-то делать, да, значит, его узнал вот это, что еще это, что еще это, делай.